В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о донорстве костного мозга, а также о том, кто такие генетические близнецы и как спасти чью-то жизнь анонимно, добровольно и безвозмездно. В гостях у нас официальный представитель Национального регистра доноров костного мозга в Приморском крае, руководитель проекта «Шаг к жизни» Александр Румянцев. Александр, здравствуйте! Добрый день! Ну, давайте, наверное, начнем с того, что же вообще такое костный мозг, потому что, ну, надо объяснить, наверное, зрителям, что это. Да, вы знаете, это, наверное, самый главный вопрос, потому что большинство наших потенциальных доноров, мы их называем еще потенциальными, да, до того, как они стали реальными донорами, на наших акциях, на наших лекциях зачастую путают понятие костного мозга, спинного мозга и даже иногда бывают случаи, когда и с головным мозгом путают. Это тоже из серии анекдотов. Но ничего страшного, это нормально, когда люди чего-то не знают, и нам необходимо им донести, что же это такое. Костный мозг – это главный кровотворный орган в нашем организме. Расположен он в плоских костях человека. То есть в большинстве случаев, ну, не в большинстве случаев, да, то есть в нашей тазовой кости самое большое количество костного мозга расположено. Выглядит он примерно как кровь, и по густоте он тоже примерно как кровь, и по цвету, ну, чуть-чуть более темнее. Наверное, это все, что необходимо знать нашим потенциальным будущим донорам, да, о том, что такое костный мозг и где он находится. Но самое важное нужно понимать, что костный мозг продуцирует клетки крови, да, лимфоциты, тромбоциты, лейкоциты и так далее. То есть по факту он отвечает за обновление наших клеток крови. И иногда случается так, что костный мозг пока по неизученным до конца причинам перестает выполнять свою главную функцию, то есть функцию кроветворения, да. Еще его, в некоторых книгах можно увидеть название костного мозга – гемопоэтические стволовые клетки. То есть гема – это кровь, паэс – это творить, да, то есть клетки, которые творят кровь. И это влияет на то, чтобы мы чувствовали себя превосходно, чувствовали себя здоровыми и не болели такими серьезными заболеваниями, как рак крови. Рак крови, на самом деле, это тоже большой спектр заболеваний, да. Все мы, наверное, ну, на слуху у нас лейкоц, лейкемия, да, белокровие, как его в народе называют. Но на самом деле это целый спектр заболеваний. Если интересно, то, ну, то есть можно изучить это, посмотрев в интернете или на сайте rdkm.ru. Это наш сайт, сайт национального регистра. Там расположена вся необходимая информация о том, как можно стать донором, где можно стать донором, кто подходит для того, чтобы стать донором. Ну, вообще вся информация касательно донорства костного мозга собрана на нашем сайте. А для каких целей необходимо донорство? Как раз для этих целей. То есть у нас каждые 20 минут в нашей стране один человек узнает страшный диагноз, узнает о том, что у него рак крови. Да, и его костный мозг перестал выполнять главную функцию, и человек заболевает. В двух из трех случаев на самом деле химиотерапия и медикаментозное лечение помогают человеку. Особенно неплохая статистика у нас по детям, ну, то есть до 18 лет, да. В принципе, у детей хорошая иммунная система, и они справляются с этим заболеванием. Но как раз вот этот один случай из трех, да, когда ничего не помогает человеку, тогда доктора прибегают к трансплантации костного мозга. Трансплантации вот этих вот клеточек, да, стволовых наших. И возникает самый главный вопрос, где взять эти стволовые клетки. Первое, о чем меня спрашивают потенциальные доноры, ну, а как же мама, папа, брат, сестра? Из общего курса биологии мы знаем, что мама и папа подходят нам всего на 50%, да. Брат и сестра могут подойти как на 100%, так и вообще не подойти или на 50%, или на 60%. А для того, чтобы пересадить эти живительные клеточки, да, необходимо вообще по-хорошему совпадение, там, 100%, то есть 10 из 10 мы называем. Почему 10 из 10? Когда человек хочет стать потенциальным донором, ему необходимо сдать букальный тест из полости рта, мазок еще это называют в простонародье, да, или сдать кровь в любом отделении инвитера, это наши ключевые партнеры по всей России. То есть биообразцы передаются в нашу лабораторию в Казань, в город Казань, да, и проводится типирование образцов. Выделяется 5 ДНК геномов, да, в каждом из них у нас находятся по 2 аллели, и таким образом мы можем констатировать, что вот у нас есть 10 генных параметров, да, и по этим 10 генным параметрам как раз-таки определяется, подходит ли донор пациенту или не подходит. У пациента все то же самое, то есть когда врачи понимают, что человеку требуется трансплантация костного мозга, да, будем так называть, то ему проводят абсолютно такой же тест, типирование, да, выделяют 5 вот этих вот 10 параметров, и все это заносится в базу. Как раз базой есть регистр. Ну, если мы будем смотреть терминологию, да, именно за границей терминология, она четко разделена, есть регистр, регистр это некая информационная система, а также есть определенные отделения, другие организации, которые занимаются, допустим, под привлечением доноров в базы, в регистр, да, есть организации, которые занимаются подбором активации доноров, ну, то есть это целая сеть. У нас же, наша организация по факту занимается всем вместе и сразу. У нас 4 отдела в организации, также медицинский отдел, который проверяет анкеты, да, когда человек сдает мозг из полости рта, перед этим он заполняет анкету. 4 листочка, это обязательно, это несколько соглашений об обработке персональных данных, по закону мы обязаны. Это анкета о общем состоянии здоровья, то есть это такой первый пункт, да, проверки здоровья человека. Мы сразу предлагаем ему посмотреть таблицу с определенными заболеваниями. Если у человека есть хотя бы одно из них, к сожалению, он нам в регистр не подходит, да. Это первый пункт. Если у человека все в порядке, но он, допустим, не знает о том, что у него есть какое-то скрытое заболевание, ничего страшного, он вступает в регистр, и если вдруг происходит совпадение в этих базах, да, пациент, рецепент, донор, то наш другой отдел предлагает до потенциального донора стать уже реальным донором, и для того, чтобы ему стать реальным донором, ему необходимо пройти так называемый инфекционный статус. Мы отправляем его в любое отделение инвитера, и там ему абсолютно бесплатно, то есть проводят полный инфекционный статус, в общем, проверяют его здоровье. От и до. От и до, на все скрытые заболевания, потому что, в первую очередь, мы как регистр заботимся о здоровье именно донора, именно наших доноров, да, которые у нас в системе. Забота о пациенте – это уже дело медицинских учреждений, то есть не наше. И на самом деле мы всегда говорим всем, что быть донором не страшно, не опасно, а вот пациент, к сожалению, это совершенно другое дело, да. Если донору просто необходимо сдать свои клеточки, я об этом поговорю позже, да, есть два способа, как это можно сделать, то для пациента все гораздо страшнее. То есть человеку там с помощью, назовем это, химиотерапии, уничтожают полностью остатки его плохого, будем так называть, костного мозга, да, помещают его в специальный стерильный бокс, и у него есть 72 часа, чтобы ему пересадили вот эти вот столовые клеточки, которые сдал донор. То есть это очень сложно, это очень опасно, это такие прям, можно называть это спасательными операциями. Особенно это сложно в тех ситуациях, когда мы не нашли донора, подходящего у нас в Российской Федерации, да, и нам приходится обращаться за границу. Это, к слову, о том, что почему мы ведем всю эту деятельность сейчас, почему мы привлекаем молодых людей в наши ряды, да, для того, чтобы у нас в России создалась своя база, своя большая база, и нам не приходилось обращаться в международные организации для подбора, ну, для подбора рецепиенту его спасительного донора, клеточек этих спасительных, да. Это основная цель нашей работы, и в том числе проекта «Шаг к жизни», развитие культуры донорства костного мозга, руководителем которого я являюсь в Приморском крае. Основная наша цель – это ездить по высшим учебным заведениям и рассказывать студентам, молодым людям, да, от 18 – это, как бы, тоже важно, потому что работа с регистром – это от 18 лет в любом случае. Молодым людям от 18 до 35 лет рассказывать о том, что такое донорство костного мозга, что такое костный мозг, и как они могут помочь спасти чью-то жизнь – анонимно, добровольно и безвозмездно. Кстати, вот интересное, да, анонимно, добровольно и безвозмездно. То есть никто не будет знать. Да, это три кита, на которых держится вообще донорство во всем мире. Анонимно? Почему анонимно? Это сделано для того, чтобы не было никакого давления. Ну, предположим. Что-то пошло не так. Да, человек заболел, и человеку подобрали донора, донору потенциальному сказали, допустим, кто его рецепиент, кто пациент, кому нужна пересадка, да. А мы не знаем, на самом деле, какой донор. Может быть, он плохой человек, ну, будем его так называть, да. У него есть какие-то материальные мысли по поводу того, что он сдаёт свои клетки и спасает кого-то. И он, допустим, скажет, позвонит семье пациента и скажет, а заплатите, пожалуйста, мне там какую-то сумму, да, определённую. Вот чтобы не было таких ситуаций, то есть это всё анонимно. Скажу даже больше, что процедура донации – это процедура забора у донора клеточек, вот этих дастловых, и процедура трансплантации происходит абсолютно в разных клиниках, чтобы никаким образом не пересекались пациент и донор. Вот. Теперь, наверное, стоит рассказать и развеять мифы о самой процедуре донации, потому что все боятся, как и тот момент, да, что все путают костный мозг с спинным мозгом и так далее. То есть процедура донации. Мы уже на другом этапе медицины находимся, и сейчас существует два способа. Один старый способ донации, и один новый. Старый способ донации – это тот способ, которого все боятся, это пункция в области тазовой кости под общим наркозом в течение 40 минут. Делают, если я не ошибаюсь, 7-8 уколов и забирают вот эти вот клеточки, да, там не более 5% от общего количества вот этого вот жидкости костного мозга самого. Почему-то все боятся этой процедуры, но я скажу вам, что по статистике примерно 5-10% реальных доноров в нашей стране выбирают именно такой способ. Почему? Потому что он быстрый. То есть полчаса, и ты свободен. Но он сложный, потому что нужна бригада медиков, нужны специально подготовленные условия для того, чтобы проводить такую процедуру. Но, опять же, повторюсь, те, кто хочет быстро, да, те вот выбирают данный способ, особенно если это люди там, которые служат в полиции, в МЧС, еще где-то, они постоянно заняты, и им, то есть, надо быстро сдать и помочь людям, и заниматься своими делами дальше. Но в 95% случаев сейчас выбирают более современный способ. Это по факту переливание крови. Если мы... Ну, это в сравнении примерно как, знаете, как плазма берется у человека. То есть человек садится в удобное кресло, катетер вставляется в одну руку, катетер вставляется в другую руку. Человек просто сидит, отдыхает, читает книгу или в телефон играет. С одной руки у него кровь забирается. Она попадает в специальный аппарат, который называется сепаратор. Этот аппарат из крови вот эти клеточки... Выделяет. Ну, да, забирает и возвращает кровь в другую руку. То есть таким образом это происходит. Да, процедура долгая, она занимает примерно 5 часов, но мы не забываем о том, что мы спасаем жизнь человека. Прямо уже спасаем. Ну, да, что такое 5 часов в обмен на жизнь человек. И бывают иногда такие случаи, что... Мы всем говорим, что это добровольно. В любом случае быть донором и потенциальным, и реальным – это добровольно. И, к сожалению, бывали такие моменты, что прямо перед самой процедурой донации человек отказывается. В таком случае мы всегда подбираем нескольких доноров для того, чтобы если один вдруг заболел или еще что-то случилось, если отказался, чтобы всегда был запасной. Потому что там, с другой стороны, есть пациент, которому уже полностью, да, его костный мозг, который сломался, будем так называть, уничтожили. У него есть всего 72 часа. Ну, не будем об этом забывать. Поэтому мы всегда подбираем еще дополнительно второго донора. Вот. Мы говорили анонимность, добровольность и безвозмездность. Безвозмездность, потому что, ну, доктора во всем мире посчитали, что... А как оценить чью-то жизнь, да? Да. Это невозможно. Понятно, донорство крови. Донорство крови, оно всегда, оно каждый день, оно у нас в стране, за него какую-то денежку платят. Но здесь ты можешь стать донором костного мозга только один-два раза в жизни. Вообще один по-хорошему. А можешь ему не стать. Ты можешь быть потенциальным донором, находиться в базах, но тебе никогда могут не позвонить. Шанс найти человеку, его потенциального донора, один в десяти тысячам. То есть надо десять тысяч человек перебрать, чтобы найти того самого, который спасет чью-то жизнь. Не будем забывать, что у нас в России на данный момент примерно двести десять тысяч потенциальных доноров костного мозга. Из них девяносто одна тысяча – это наш регистр. То есть и остальные тоже разбросаны. Да, с 2022 года у нас начал формироваться федеральный регистр доноров костного мозга, и мы в него передали всех своих потенциальных доноров, поделились информацией в обезличенном виде. Это говорит о том, что наших доноров тоже будут искать в общем... В общем. В общем, в федеральной базе, да. Анонимность, безвозмездность, я уже сказал, и добровольность. Добровольность – это то, что человек может отказаться на любом этапе. То есть человек стал потенциальным донором, он попал в наши базы. Если вдруг он передумал или у него появилось какое-то заболевание, ну, все мы люди, понятно, с возрастом у человека появляются какие-то хронические заболевания и так далее, он может всегда позвонить по телефону горячей линии национального регистра и выйти, отказаться, выйти из регистра. Также, если ему предлагают стать реальным донором, он тоже может отказаться, потому что, допустим, девушка забеременела. То есть это... Ну, понятно, это противопоказание. Да, конечно. То есть есть много разных причин, и мы все это понимаем отлично, и в любом случае это добровольное дело. То есть никто никого ни к чему не обязывает. Абсолютно, абсолютно, да. Но мы все же стремимся, когда проводим лекции, выездные мероприятия, акции, мы хотим донести до людей, что мы не количеством хотим взять. Нам не нужно тысячи толпы людей, которые нам потом впоследствии скажут, извините, ну, как бы это было на эмоциях, я не хочу. Мы, наоборот, говорим всем, если ты сомневаешься, если ты боишься, если, может быть, твои родители будут против этого, хотя тебе уже 18-19 лет, то лучше не надо. Ты лучше подумай. Если вдруг точно четко решишь, что ты готов участвовать в такой деятельности, стать потенциальным донором, то ты можешь перейти в любое отделение инвитера и стать этим потенциальным донором. Или заказать себе с нашего сайта по почте России, это тоже наши ключевые партнеры, бесплатно придет набор. В котором будет две палочки для забора букального эпителия, то есть одна палочка за одной стороной щеки вводится в течение минутки, сушится в конвертик, вторая палочка с другой стороны. Таким образом человек все это запаковывает, заполняет анкетку и отправляет к нам обратным адресом через почту России бесплатно. Ну, то есть даже по факту идти никуда не надо. Да, да, тебе все это придет, да, и ты можешь дома самостоятельно вступить в регистр. Там полностью инструкция, как нужно палочками пользоваться, как все запаковывать, куда отправлять и так далее. Ну, то есть никаких сложностей. И, если я не ошибаюсь, эта акция с почты России у нас называется «Бесценное письмо». И вот это с 2021 года мы с ними работаем. И знаете, у нас треть всех потенциальных доноров, которые поступают к нам в год в регистр, идут теперь через почту России. И это просто открыло совершенно другие грани, потому что, ну, представим, отдаленное поселение, да, какой-нибудь нашей, даже нашего Приморского края, там ничего нету. Ну, там есть маленькое отделение почты России, да. И о людях, ну, у людей уже интернет появляется, спутниковое телевидение и так далее, и вдруг они вот захотели стать донором, они могут туда заказать себе набор. И таким образом у нас прям вот на треть повысилось. Ну, это приличная цифра, да. Но сейчас на данный момент у нас в год примерно 30 тысяч человек новых приходят в регистр. И, честно говоря, мы уже даже, ну, то есть, национальный регистр не справляется с такими суммами, цифрами. Почему? Каждый человек нам обходится в 14 с половиной тысяч рублей. Несложно посчитать, что если 30 тысяч человек в год у нас приходит, то это примерно полмиллиарда просто на типирование, просто на занесение в базы. А есть же еще там отделы, поддержание, офисы и так далее. И, в общем, эта деятельность спонсируется Росфондом. Росфонд – это у нас самый старый и крупный фонд в России, да, с 96-го года существует, фонд помощи детям, тяжело больным, фонрайзинговый фонд, газета «Коммерсант». Ну, в общем, там такой пол журналистов. И он до вот этого вот, до 2024 года активно спонсировал все это дело. Но сейчас он понимает, что уже с такими масштабами, объемами, да, просто мы немного не справляемся. И поэтому на 2024 год, как таковые, выездные акции пока приостановлены, потому что через Инвитро и через Почту России в любом случае будет поступать минимум 20-25 тысяч человек. Просто своим ходом будут идти и становиться потенциальными донорами. Я озвучила еще момент, что мы поговорим о генетических близнецах. Я так понимаю, что генетические близнецы… Это ДНК, да. Это ДНК совпавшее. Вот еще раз говорю, то есть мама, папа с нами на 50% совпадает, брат, сестра может на 100%, может на 50%. Но если у человека нет брата и сестры, то что ему делать? Идти в неродственные базы данных, то есть в регистр доноров костного мозга. И тут уже совпадения могут быть также на самом деле 100% 10 из 10, а могут быть и 90, а могут быть и 80. Но если мы не нашли 10 из 10, мы берем 9 из 10. Если мы не нашли 9 из 10, мы можем взять 8 из 10. Но чем меньше, тем меньше шанс на приживление. Хочу сказать, что донорство костного мозга – это не панацея. Я имею в виду трансплантация, когда человеку уже присадили. То есть может случиться рецидив? Да, конечно. То есть есть два года. Первый год идет приживление, второй год называется год стойкой ремиссии. И вот если два года прошло, у человека все хорошо, значит у человека все хорошо. И мы разрешаем через два года устраивать встречи. Донор, рецепент. Такие встречи у нас уже в России проходили. Можно в интернете посмотреть. Russia Today снимала такие встречи в Санкт-Петербурге. Ну, в общем, каждый год такие встречи происходят. И они действительно очень эмоциональные, очень трепетные. Мы очень рады, что такие встречи все чаще и чаще происходят. Из нашего регистра, то есть я сказал, у нас 91 тысяча потенциальных доноров, чуть-чуть больше. Уже, по-моему, 275 человек стали реальными донорами. И это тоже большой показатель на самом деле. Кто и как может стать донором? Ну, кто, я уже поняла. Человек от 18 лет до 35. До 45. До 45. От 18 до 45 человек может стать потенциальным донором. А в базе, в нашем регистре он может быть до 55 лет. Почему есть ограничения по возрасту? Потому что с возрастом наш костный мозг желтеет. Он был изначально таким ярко-красным. С годами он желтеет. Ну, то есть потихоньку его свойства... Утрачиваются. Да, утрачиваются, можно так сказать. Поэтому 55 мы исключаем из регистра человека. Ну, и опять же, почему мы оставляем вот этот гэп, да, 10 лет, 45-55, чтобы хотя бы, хотя бы 10 лет человек пробыл в нашем регистре? Мы тратим, напоминаю, что большие деньги на типирование и внесение в регистр этого человека. И если условно мы его брали бы в 50, то пребывание было бы всего 5, ну и так далее. То есть это и с экономической точки зрения тоже очень обоснованный момент. Поэтому чем моложе человек вступает, тем дольше он будет в нашем регистре, тем больше, дольше он, условно, может помогать кому-то спасти жизнь. Да, давайте пройдемся по основным пунктам. 18-45 можно вступить. Вес должен быть более или не менее 50 килограмм или более 50 килограмм. Значит, я не подхожу. Да, девушки очень часто приходят, говорят, я вот, мой вес 48 килограмм. И говорят, извините, ну, будет 50, можете к нам прийти. Но на самом деле это практика и в донорстве крови. Я не медицинский специалист, я не могу точно объяснить, почему так происходит. Но я знаю, что от веса зависит количество наших стволовых клеток. И предположим, мы помогаем, мы не знаем, кому мы помогаем, если мы реальные доноры. Это может быть маленькая девочка, которая 10 лет, и у нее вес 15-20 килограмм. А может быть и взрослый дядя, который весит 100-110 килограмм. И там немножко валируется вот этот процент костного мозга, который там клеточек этих берут. Но за процедуру донации забирают максимум 5% от общего количества этого вещества. И после процедуры донации это вещество восстанавливается в течение 2-3-4 недель максимум у донора. В это время донор себя потрясающе чувствует. Потому что, ну, если посмотреть с точки зрения медицины, да, мы понимаем, что идет просто обновление клеток организма. И люди, ну, прям хорошо себя чувствуют. Не зафиксировано ни одного летального случая в мире у доноров костного мозга. То есть бояться нечего. Риски, конечно, существуют. Но мы говорим, что это самые минимальные риски среди всех медицинских. Ну, риски есть и когда на улицу вышел кирпич. Когда к стоматологу вышел риски есть, да. То есть мы говорим, что у стоматолога даже чуть-чуть больше рисков, чем здесь на самом-то деле. Но медицина сейчас на таком уровне, что это прям доли какие-то процентов. Тем более мы делаем полностью проверку человека на все скрытые заболевания и все остальное. Итак, 18-45 вес. И самое главное, чтобы человек понимал, что у него нет каких-то серьезных заболеваний. К серьезным заболеваниям относятся целый там список. Но понятно, что это может быть или ВИЧ, или гепатит, или еще что-то такое, что прям очень серьезно влияет на состояние здоровья человека, да. Допустим, я тоже не подхожу в регистр, потому что у меня гипертония. Это тоже является медотводом. Ну, я помогаю другим способом. Я всегда говорю, что есть море способов, как мы можем помочь другим. Мы можем просто вот рассказать о том, что у нас, у нас в Приморском крае идет проект «Шаг жизни». Можете обратиться ко мне, можете стать волонтером. У нас уже за полгода уже четыре волонтера ко мне пришли. Мы с ними заключили волонтерские договоры, да. И ребята помогают мне с раздачей буклетов. Вот мы сделали целую партию буклетов. Это две с половиной тысячи штук. Еще были буклеты. Ну, в общем, уже провели 15 мероприятий. Это и акции, и лекции. И постоянно работаем. И вот впереди еще уже несколько новых наметилось мероприятий. И, в общем, мы постоянно в работе находимся. Ну, то есть вот это три основные и главные такие параметры. Да, да, да. Чтобы ты был здоров. Хотя бы просто сам понимал, что ты здоров. И себя хорошо чувствуешь. Возраст от 18 до 45. И чтобы вес был не менее 50 килограмм. Тогда ты можешь ступить. Ну, и как стать донором костного мозга? Прийти к вам? Смотрите, да, до недавнего времени я… Схема какая? До недавнего времени мы проводили мероприятия. И были выездные акции, куда я приезжал с наборами для забора букального эпителия. Но сейчас, с 2024 года, я сказал, что национальный РДКМ приостановил выездные мероприятия. Потому что поток очень большой людей. Сейчас можно прийти в любое отделение инвитера. У нас в городе их несколько. У нас по краю их там целых, наверное, штук 10 или больше. То есть вы приходите и говорите. Здравствуйте, я хочу стать потенциальным донором костного мозга. Вам выдают анкетку, вы ее заполняете. То есть также проверяете первый листик, там, общее состояние здоровья. Если все в порядке, продолжаете дальше. Подписываете соглашение в вступлении в регистр. Подписываете соглашение на обработку персональных данных для регистра. И соглашение на обработку персональных данных для распространения. Что значит «для распространения»? Если вы вдруг с кем-то совпадете, и вам предложат стать реальным донором, мы покупаем для вас билеты, мы оплачиваем проживание, мы оплачиваем все медицинские процедуры, обследования и так далее. Поэтому это соглашение тоже важно. Все это подписывается, человек сдает 4 мл крови, инвитро это все собирает и отправляет в нашу лабораторию в город Казань. И мы уже там типируем, вносим человека в регистр. И важно в анкете указывать почту свою электронную, потому что именно на почту вам придет сообщение через 3-6 месяцев о том, что вы попали в регистр доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. А как человек узнает, что он стал потенциальным донором? Вот, ему на почту придет сообщение. Точно так же? Нет, то, что он стал уже, что он донор, а есть рецепент вот в этом случае. А, если происходит совпадение, наш отдел в Москве увидит это совпадение и свяжется с потенциальным донором. Для этого в анкетах вы оставляете все свои контакты, 1-2 телефона, свою электронную почту. И мы всегда говорим, если у вас что-то поменялось, вы переехали в другой регион жить, или в другую страну, или номер телефона применяли. Да, пожалуйста, то есть у нас есть телефон горячей линии, и на сайте, ну, в общем, вся информация rdkm.ru. Вы заходите на сайт, и можете связаться с нами и сказать, что поменяли номер телефона, или переехали в другое место жить. Или, может быть, конечно, это плохой исход, там, человек, какое-то заболевание появилось хроническое, он с ним не может быть уже потенциальным донором. Просим об этом сообщать. Но если не сообщили, что-то забыли, ничего страшного, главное, чтобы мы с вами смогли связаться. И мы с вами связываемся, предлагаем стать реальным донором. Вы сами говорите, готовы вы к этому или не готовы, когда бы вы хотели стать реальным донором в этом случае. В общем, после этого вас направляют на инфекционный статус, пройти полное обследование, и дальше уже происходит перелет в Москву или Питер, по вашему выбору, потому что процедура донации проводится только в Москве и в Питере, к сожалению. Вот. Ну и, в общем, там серия уже подготовки идет человека к процедуре донации. Ну, получается, только в инвитро мы приходим или… Ну, я говорю про наш край, но на самом деле можно еще прийти в любое отделение. Сейчас скажу вам. Так, у нас есть инвитро, ЦМД в любое отделение. ЦМД можно прийти. ЦМД – это что? ЦМД – это что-то по типу инвитро. Такое же учреждение, только в других регионах России, но очень развито. В Москве очень развито. То есть также приходите туда и говорите о том, что хотели бы стать потенциальным донором. Происходит все ровно то же самое. Помимо этого, вы можете зайти на сайт rdkm.ru и заказать оттуда набор через Почту России. Набор для забора букального эпителия. Две палочки, анкета и специальный конвертик с инструкцией, в который вы будете закладывать свои палочки и отправлять это все обратно. Ну что ж, все понятно. Я желаю вам как можно больше отзывчивых людей. И чтобы донор, чтобы рецепиент находил своего донора. Главное, чтобы люди были здоровыми и желательно вообще не болели. Да, и желательно не обращались никуда. Тогда нам и не нужно будет заниматься этой деятельностью. Но пока у нас… Кстати, забыл сказать, что по официальным данным, нашей стране на данный момент требуется не менее полумиллиона человек в регистрах. На данный момент это 210 тысяч человек. И напоминаю, чем больше людей поступает, тем выше шанс помочь кому-то. В год требуется не менее 5 тысяч трансплантаций костного мозга. А проводится по всей России примерно 1700-1800. К сожалению, то есть идет нехватка, нехватка, нехватка. И чтобы закрыть хотя бы эти потребности, надо минимум полумиллиона человек. И мы всей страной этим занимаемся. Пытаемся набрать, привлечь. Я надеюсь, что цифра будет достигнута той планки, которой необходима. Мы тоже надеемся. Спасибо. Я напомню, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о донорстве костного мозга. В гостях у нас был официальный представитель национального регистра доноров костного мозга в Приморском крае, руководитель проекта «Шаг к жизни» Александр Румянцев. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин